Илону Маску разрешили испытывать чипы на мозгах людей, повсеместно создаются новейшие роботы-гуманоиды, Европарламент разрабатывает законопроект о регулировании искусственного интеллекта, OpenAI хочет научиться контролировать сверхразум и открывает широкий доступ к GPT-4 для разработчиков. Противостояние технологических гигантов, политические и общественные споры, сумасшедшие теории будущего. Фух! И как разобраться во всем этом потоке информации? Если вы хотите узнать больше о захватывающем мире искусственного интеллекта, то вы попали в нужное место. Привет, YouTube! Меня зовут Валерия. У меня большой опыт работы в сфере IT и искусственного интеллекта, как с крупными компаниями и гигантами рынка, так и с IT-стартапами. Меня уже давно увлекает тема искусственного интеллекта, я проверила на практике сотни нейронных сетей и знаю, как они могут помочь в повышении продуктивности. Здесь я рассказываю о нейронных сетях, делюсь своими знаниями, опытом и полезными лайфхаками, которые помогут добиться сверхрезультатов. Если хотите узнать больше, то подписывайтесь и следите за новыми видео. В прошлом году мы стали свидетелями настоящего прорыва инноваций и значительных улучшений как в практическом, так и в исследовательском аспектах. С выпуском чата GPT в ноябре 2022 года перед широкой общественностью вдруг открылись возможности нейронок во всей красе. Кажется, что они влияют уже на каждую сферу нашей жизни. Нужен рецепт на 4 ингредиента в холодильнике? Спросите чат GPT. Нужна помощь в программировании? Спросите чат GPT. Разрабатываете логотип? Спросите Миджони. Программу генерации изображений. Хотя качество сначала было относительно низким, программа была ограниченной, и мало кто всерьез относился к этому изобретению, всего за год мы увидели огромный прорыв в генерации изображений. С тех пор и искусство стало только более впечатляющим. Хотя все еще бывают проблемы, когда искусственный интеллект действительно изо всех сил пытается создать убедительных людей, часто давая им руки с 10 пальцами или рты с сотней зубов. Как я уже сказала, практически любая проблема может быть решена с помощью искусственного интеллекта. Даже если вы не интересуетесь этой темой и думаете, что она вас не касается, на самом деле вы сталкиваетесь с ней каждый день. Вы сталкиваетесь с этим, когда смотрите фильмы или слушаете музыку на стриминговых сервисах, или смотрите ролики в социальных сетях, или получаете тонны рекламы от поисковиков. Рекомендательные системы, построенные на машинном обучении и нейронных сетях, используют данные, чтобы предложить вам то, что вам действительно понравится. И это лишь один из примеров, как искусственный интеллект проникает в различные сферы нашей жизни. Технологии быстро развиваются и меняют наш мир. И каждый день мы становимся все ближе к той реальности, в которой программы, роботы и машины станут частью повседневной жизни и смогут работать и общаться со всем, как люди. Мир меняется, и мы находимся в центре одного из крупнейших технологических достижений в истории. Это действительно удивительное время. Но вслед за всеобщими изумлениями, шутками и немами началась шумиха и общественные волнения по поводу того, какие угрозы может принести искусственный интеллект. Уоррен Баффетт сравнил ИИ с ядерной бомбой. И действительно, она может стать для человека спасением и предостеречь нас от различных катастроф, а может стать губительным и даже уничтожить человечество. Стивен Хокинг еще в 2016 году отметил, что создание ИИ станет либо лучшим, либо худшим событием, в истории человечества. Использование системы искусственного интеллекта любого потенциала может создать такой вред, как дискриминация и предвзятость, манипулирование общественным сознанием, например, путем создания фальшивых новостей или влияния на выборы. Он также предоставляет значительные и новые возможности для мошенников и может привести к потере рабочих мест и потенциальному исчезновению многих профессий. И, конечно, эти риски заслуживают обсуждения и работы по их устранению. Но моя задача не напугать вас, а научить использовать инновационные технологии так, чтобы они приносили вам только пользу. И хочу вас сразу немного успокоить. Нейросети и искусственный интеллект не могут полностью заменить человеческий труд. В профессиях, требующих эмпатии, творчества и человеческого контакта, роль ИИ может быть скорее дополнительной, помогая людям в их работе. Сейчас все только начинается. ИИ уже пишет песни, выигрывает в конкурсе лучших фотографий, создает невероятные картины, генерирует голос известных музыкантов, придумывает для них обложку альбомов и тексты песен. А может стать твоим личным ассистентом или копирайтером, или помочь в написании маркетинговой стратегии. Поможет спланировать день или подскажет, какой фильм посмотреть. Станет собеседником на вечер или учителем английского языка. Все это уже доступно в интернете. Все это можно использовать прямо сейчас, вне зависимости от профессионального уровня и вне зависимости от ваших задач. Вы можете использовать их как для работы, так и для развлечения или планирования жизни. Искусственный интеллект может здорово помочь вам стать продуктивным, эффективным и показывать сверхрезультаты. Очевидно одно – искусственный интеллект здорово меняет нашу жизнь. И чем быстрее вы это поймете, тем быстрее сможете получить из этого выгоду. Это сравнимо с огромной волной в море, которая на тебя надвигается. И ты либо вовремя ее замечаешь и ловишь, либо она накрывает тебя с головой. Я помогу разобраться в этой теме и быть в курсе последних событий. И расскажу, как использовать технологии для твоей продуктивности. Но давайте по порядку. Для начала разберемся с самым нашумевшим ресурсом искусственного интеллекта. И это чат GPT. Я хочу рассказать вам про историю его создания. Первый чат-бот появился более чем за полвека до чата GPT. Но современная эра языковых моделей началась всего несколько лет назад, когда в 2017 году исследователи из Google предоставили архитектуру трансформер. Главным новшеством этой архитектуры стал механизм внимания. До ее изобретения нейросети перед работой с текстом сжимали его, поэтому часть смысла неминуемо терялась. Трансформер работает по-другому. Он смотрит на все слова в тексте и выделяет среди них самые важные. Трансформер моментально привлек внимание других ученых. И всего через год OpenAI разработала первую модель GPT. Generative Pretrained Transformer. То есть генеративный предобученный трансформер. Предобучение стало второй причиной сегодняшнего бума языковых моделей. Исследователи из OpenAI предложили разделить обучение языковых моделей на два этапа. Сначала показывать большой объем неразмеченных текстов, чтобы модель выучила закономерности языка. А затем обучить эту заготовку конкретных задачам на сравнительно небольших объемах уже размеченных людьми текстов. Подход сработал, и вскоре у GPT появились гораздо более успешные наследники. Итак, спустя 4 года, в ноябре 2022, OpenAI наконец презентует миру то, что станет одним из самых больших изменений в том, как люди взаимодействуют со своей работой. Чат GPT. Его научили читать сотни гигабайтов данных и не только писать тексты, но и отвечать на практически любые вопросы. И даже писать полноценный код для приложений. В течение всего 5 дней чат GPT собрал 1 миллион пользователей и поставил рекорд, обойдя Инстаграм и ТикТок. А спустя всего 4 месяца, 14 марта 2023, OpenAI выпускает GPT-4. Следующий прогресс в области искусственного интеллекта, который обладает большим количеством функций и даже может искать и анализировать информацию в интернете через специальный плагин. За несколько лет с изобретения трансформер мы прошли путь от генерации коротких и нередко абсурдных текстов до такого высокого качества, что в СМИ всерьез обсуждается, есть ли у языковых моделей сознание короткий исчерпывающий ответ – нет. Многие даже стали предлагать установить развитие GPT-подобных алгоритмов. А задумывались ли вы, как работает чат GPT и как ему удается так ловко отвечать на вопросы и решать различные задачи? GPT-подобные модели умеют выполнять огромное количество функций, но фундаментальная задача у них одна – читать. Читать последовательность слов и предсказывать на ее основе следующее. Затем процесс повторяется, нейросеть предсказывает второе слово. И так происходит еще много-много-много раз, пока не получится законченный текст. Вспомните Т9 на своем телефоне, который сначала пытался предугадать, какое слово вы набираете, используя встроенный словарь, а затем уже стал предлагать закончить предложение. GPT работает примерно по тому же принципу, только масштабы там совсем другие. Языковые модели учатся предсказывать токены на огромных массивах данных. Читая их, модель учится создавать похожие тексты. Это то самое предобучение, о котором я говорила ранее. И именно это лежит в основе успеха GPT-подобных моделей. Важно, что во время предобучения перед моделью ставят задачу создавать не фактически верные ответы, а такие, которые будут максимально похожими на человеческие. Таким образом, внутри больших языковых моделей заложены не глубинные знания о мире, а лишь основанные на статистике понимания, как должны строиться тексты и как они должны соотноситься между собой. По сути, чат GPT – это ваш личный гугл, генератор идей, программист, автор статей, резюмайзер, рассказчик или даже книга рецептов. И это далеко не все, что он умеет. Одним из больших преимуществ является его способность автоматизировать задачи, которые являются рутинами или занимают много времени. И это именно то, что может помочь в бизнесе. С помощью различных систем бизнесы могут улучшить свою эффективность и производительность, автоматизируя задачи и даже процессы принятия решений. Искусственный интеллект также может анализировать большие объемы данных, чтобы выявлять тренды и закономерности, которые не всегда очевидны для нас, для людей. Это может помочь бизнесам принимать более обоснованные решения и оптимизировать свою деятельность. Например, чат-боты могут легко и эффективно общаться с клиентами и предлагать базовую поддержку по распространенным вопросам. А также применение различных ресурсов может значительно сократить время исследования или помочь с проблемами разработки веб-сайтов. Чат-GPT может предложить идеи маркетинговых решений и продаж. В целом, применение новейших технологий помогает бизнесам оставаться конкурентоспособными и адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям современного мира. Помните, я говорила, что у GPT подобных моделей и вообще любой другой сети нет сознания? И это всего лишь набор из больших объемов данных и паттернов. Так вот, в данный момент разработчики, такие как Сэм Альтман, Марк Цукерберг, Илон Маск и другие работают над созданием AGI – Artificial General Intelligence, который переводится как общий искусственный интеллект. По задумке, он должен обладать способностью решать широчайший спектр задач на уровне человека или даже превосходить его. Однако, эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем мы не сможем создать настоящий общий искусственный интеллект. Но, учитывая то, с какой скоростью развиваются возможности существующих моделей, кто знает, сколько времени потребуется для создания AGI. В прошлом году мы перешли от очень простого рисования к чрезвычайно детализированной иллюстрации, созданной на основе короткой подсказки. Представьте, что будет возможно хотя бы ближайшие шесть месяцев по мере экспоненциального роста искусственного интеллекта. Ну что ж, это было небольшое интро. Обещаю, что дальше будет только интереснее. Здесь, помимо новостей и интересных фактов в искусственном интеллекте, я на практике продемонстрирую вам, как использовать различные сервисы для повышения продуктивности, эффективности и креативности. Я расскажу о своем опыте использования ресурсов и поделюсь секретами того, как ИИ может вдохновить для создания контента и помочь в брейншторминге. Расскажу, как можно попросить чат-GPT обучить тебя чему угодно простой и доступной форме. И как в один клик оживить свою фотографию. Или начать говорить на разных языках. Спасибо, что досмотрели это видео до конца и для вас у меня есть кое-что полезное. Я создала сайт, в котором собрала всю необходимую информацию об искусственном интеллекте. Это библиотека лучших AI-ресурсов. Я лично протестировала их и ежедневно пополняю библиотеку. Вы также можете найти там промпты, запросы нейронкам, новости искусственного интеллекта, интересные факты, советы, например, как использовать чат-GPT или Medjony в России. И многое-многое другое. Переходите по ссылке и уже сейчас можете погрузиться в эту тему, пока я готовлю для вас новые видео. Надеюсь, вам было интересно. Станьте экспертом в своей области уже сегодня вместе со мной. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!